Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас 23 апреля 2024 года, вторник. Так и хочется опять добавить заснеженный вторник. Но потерпите, потерпите немножечко, осталось немножечко. Эти холода уйдут, снег растает, и тогда мы с тобой наверняка будем загорать, жопу погреем, господи, покупаемся, позагораем, да-да-да. А потом опять всем захочется, ой, жарко, хоть бы та прохлада пришла. Человеку никогда не угодишь, друзья. Да-да-да-да-да. Это я немножко в самом начале про погоду. Господи, сегодня проснулись, мама родная. Снегу у нас зимой такого бывало, не бывало зимой. Но надо переходить к новостям. Какие они? Не были бы тяжелейшие и страшные. А новости надо послушать, друзья. Послушайте. Разберут на запчасти. Смотрите. Будьте внимательны и осторожны. Повторяю, разберут на запчасти. Налоговики против теневиков. В автосервисах Латвии. И вот начинается. Начинается. Что начинается? Послушайте внимательно. Начать, наверное, стоит с покаяния. За полтора десятилетия автовождения ваш автор многократно чинился и красился. Ну, как, чинился он многократно. Ну, чинился, ладно, окрасился. Ну, ладно. После аварии, наверное. Красился, менял резину и балансировал колеса. Покупал крылья и фары. Ох, как много он покупал. Все наличными из рук в руки. Вот в чем, друзья. Я даже не посмотрел. Присаживайтесь поближе. Сейчас я вам что-то расскажу. Все наличными из рук в руки он покупал. Я говорю, начинается. Сколько было пройдено этих шротов и безымянных автосервисов в ангарах на окраинах Риги. Ну, а не по всей Латвии. Вот эти шроты, где старые запчасти от других машин, друзья. Это называется, да. Это в нашей стране так вот называется. Да, да, да. Не знаю, как в других странах. Это и безымянных автосервисов в ангарах на окраинах Риги. Да я бы сказал по всей Латвии. Да, я уже говорил. Говорил. Такова жизнь. Подержанная авто, на которое с кривой усмешкой смотрят в официальном дилерском центре. Радостно встречает в левых гаражах. В левых. Ну, знаете, да. Не официалов. Спрос рождает предложение. А средний возраст авто в Латвии. Средний. 15 лет. Может и постарше. За вашу здоровь. За здоровечко. Да, с ведерка теперь уже. Давайте будем дальше продолжать. Миллиардные, миллиардные обороты. Ой, господи. Ну, кто в этих сервисах? Подготовьтесь. Ой, мамородная, что будет твориться? Согласно данным, которыми поделился на заседании под комиссией Сейма по борьбе с теневой экономикой депутат Андрис Кулбергс. Он от объединенного списка. Автоотрасль страны генерирует 2,33% валового внутреннего продукта, что сопоставимо, к примеру, с оборонными расходами Латвии. О, сервисники. Из этой суммы торговля машинами составляет 1,310,000,000 евро. Обслуживание и ремонты составляет 336,000,000 евро. За двухгодичный период эти подразделы возросли, соответственно, на 18,10%. В Латвии насчитывается, внимание, в Латвии насчитывается 4697 предприятий автосервиса. Из них 66% принадлежат юридическим лицам и еще 28% субъектам хозяйственной деятельности и 6% индивидуальным коммерсантам. При этом налицо малоинтенсивность работы. В среднем на один сервис приходится около 500 обслуживающих машин в год. В год. На 365 дней. 500 машин. Поскольку машин, посчитайте. То есть по паре... О, уже нам ответ есть. Ну, понимаете, да? По паре машин в рабочий день. Все. В то же время, родина автомобилей, Германия, может похвастаться по этому показателю более чем 1400 машинами в год. Хотя и в Латвии есть ударники труда. По данным автомобильной ассоциации, отдельные сервисы делают свыше 2500 машин в год. То есть по десятку в рабочий день. В нашей стране, по сведениям Кулбергса, трудится более 9400 человек работников автосервисов. 9400. Да. Работников автосервисов. При этом, собственно, ремонтников две трети. Ремонтников. В среднем ремонт одного транспортного средства занимает 10 часов. Ого-го. 10 часов на одну машину занимает в среднем ремонт. Ну, смотря какая-то поломка, да. С этим ваш автор может согласиться лишь отчасти. Ибо наиболее кратким по личному опыту была за прошлый год замена технологических жидкостей и фильтров в течение получаса. А отрицательный рекорд установила четырехдневное пребывание без руля при снятии покраски установки бампера. Ну, я ему здесь верю, потому что мы сталкивались. Я непосредственно сталкивался. Ну, почему мы? Я говорю, мы с сыном оттягивались нашу машину. Он тянул мою машину тросом. Отбуксировал, потому что заглохла машина и все. Вот не знаем, что с ней происходит. Так она была там у нас полмесяца, наверное, если не три недели. Нет специалистов. Нету электриков, автоэлектриков у нас в нашем городе. Нормальных, я имею в виду. Или днем с огнем каких-нибудь нелегалов. Ну уж, я извиняться здесь не собираюсь. Вы по Латвии найдете нормальных специалистов, электриков? Да. Да, 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 да. По электронике. Да, электрики по электронике. Как там правильно? Около трех недель. Да, да, да. Я не буду называть этот серий. Не-не-не, не надо. Я уже давно, все туда подано, уже все там есть, все. Да, от меня лично. Предприятий по обслуживанию авто считает господин Кулберц в Латвии слишком много. А работников слишком мало. Вот я про работников и зацепил. Да, потому что у нас нет специалистов. Нету. Даже вот немножко точку поставлю. Заехал я в этот же сервис. Ну вот мне понравилось. Вот как-то вот близко, тут недалеко, рядышком. Ну как рядышком. Ну ладно, бог с ним. Я сказал, не буду называть. Как он менял топливный фильтр? Господи. Башку себе разбил. Он ворчит. Непонятно, как он руками там этими работает. Господи, ты головой работаешь, башкой или руками крутишь. Не знает, как вкрутить одно. Не как резинки поставить. Там знаете, резинки в топливный фильтр. Смотрите, какая машина. Там стоит три резинки. Да, резиночки такие маленькие. Поставил одну, представляете? Я потом заехал в другой сервис. Ну, к человеку знакомому. Он говорит, Серега, а у тебя почему стоит одна резинка? Где менял? Я сказал, как он. Блядь, лбоеба, говорит. Все ясно, говорит, с ними. Взял, поставил мне еще дополнительные. Вот у меня, говорит, есть резинки. Поставил дополнительные. Свои, говорит, отдам тебе. Ну, без проблем. Да. Это ужас, что творится. Пишите комментарии, как вам ремонтируют в этих сервисах. Ой, сталкивался сколько раз. Вот посмотришь на него. На работников. Как они там работают. Особенно, не дай бог, где по часовой. Ой, ужас. Действительно, тянут резину и все. Там можно заменить. Правильно он пишет. За полчаса. Что там эти топливный и масляный фильтр поменять. Масло слил. Все. И фильтра поменял. А, им сложно достать. О, опять эта машина. Или там, или та модель, или та модель. А какие вам машины там надо тогда? Или что вы хотите? Какие машины? Чтобы все открыто было, да? Ну, нет сейчас таких машин. Сейчас чем новее машина, тем все сложнее. И тем более электроники все кругом. Все. Компьютер. Ой, 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 друзья. Ой, 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 ой. А они думали, только два болтика или три болтика открутил. Это выбросил. Другой поставил. Все. Денежки получил. Да нет. Так не может быть. Ну, нет у нас специалистов нормальных. В принципе, есть. Но они в других местах. Да. А работников слишком мало мы остановили. Разумеется, в рамках рыночной экономики мы не можем воспретить какие-то виды их в ход с деятельности. Или, напротив, направить в секторы рабсилу волевым решением партии. Блин, что-то мне напоминает это. Господи, волевым решением партии. Приходится искать непрямые методы. В первую очередь, фискальные. Вот так вот. Это напомнило мне, друзья. Сколько приходилось нервничать из-за этих ремонтов. Сервис оттянешь. Ну, да. Ну, вот нет у нас ни ямы. Нет у нас ни подъемника. Ничего. Ну, да. Там я мог бы и сам заменить. Да. Тот же масло слить. Поменять фильтр. Ну, есть, конечно. Ну, да. У кого-то есть гаражи, сами меняют. Но есть... А вот мы не можем. И тем более, я бы мог заменить. Чтобы залезть туда. Чтобы залезть туда. Надо иметь немножко здоровья со спиной и так далее. Ну, ты по этому привык. Вот так вот отвезешь машину в сервис, отгонишь. Ключки отдашь. Они сами загонят. Все сделают. Выгонят машину. Все приносят. Ключки. Я заплатил, все, уехал. Ну, ладно. Я заплатил. Я вот чему вот это говорю, друзья? Я за свои деньги приезжаю, еще страдаю. Нервы трачу. И приезжаешь домой, а то там вонище соляра из-под машины прет. Как это понять? В том месте, где они поменяли фильтр, сколько раз так было? Топливный фильтр. На дизеле. Ну, не дай бог, извините. На бензине это все. Это катастрофа. Бензин быстро воспламеняется. Дизеля-то нет. Ну, вонище стоит и все. Ну, вонище и все. Что-то как-то вонит. Вот капли, капельки какие-то. Приезжаю туда, я говорю, слушай, так и так. Я не понял. С того сервиса даже мастер ушел оттуда. Как-то встречался с ним. Я не буду говорить про такой сервис. Без разницы, друзья. В нашем городе Елгаре. Страх божий. Это я деньги заплатил. И я еще должен нервничать. И по несколько раз туда ездить. То-то не поставят, то неправильно поставят. То-то забудут, то еще чего. А нет специалистов. Пишите комментарии. Почему так у нас происходит? Почему? А сервисов, посмотришь, на каждом углу. Вот бывшие советские постройки. Все, все, прям как ульи, пчелины, рои. Знаешь, забиты все. Вот этот хлам стоит старых машин. Все вот эти вот резина. Всякая херина. В общем, все черти что. Ну, резина там у них, конечно, они сейчас. Их, видимо, заставляют там сдавать или еще что-то. Но все равно, друзья. Кругом. Кругом. А попробуй специалиста нормального найти. Днем с огнем не найдешь. Приходится искать непрямые методы. В первую очередь фискальные. Дальше переходим. Лучше меньше да лучше. Во! Согласен полностью. Лучше меньше да лучше. Машина не только средство передвижения, но и непрерывно работающий финансовый механизм. Можно еще точку добавить? Вот лучше меньше да лучше. Вот их сейчас развелось. Черт-те сколько этих сервисов. И все строят из себя таких специалистов. А вот я последние разы думаю, дай-ка я гляну. Не буду тоже говорить зачем, где чего. Как же он делает, ремонтирует. Я даже не гляну, а обратил внимание. Думаю, что это он все время в мобилке сидит? Он работает или в мобилке сидит? Что-то разглядывает. Фильмы. Он оказывается, он не знает, как эту деталь поменять. А берется, да, как будто знает. Он включает видео, включает интернет. Да, мобильных сейчас. Какое-то приложение. И смотрит, как эту деталь менять. Во! Прямо по ходу. Я не спорю. Ладно, он учится. Ну, извините. Учись на кошках, как в том фильме. Помните? Потренируйся сначала на кошках, а? А то он по ходу, он не знает, как. А если там видео неправильно показывают? Там же много всяких фейков и так далее, и тому подобное. Но наоборот, было у меня такое. Наоборот, неправильно поставили. Магнит этот потерялся. Все, у меня холод не идет в машину. Кондиционер, друзья. Моторчик. Да, 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 да. Мне опять пришлось покупать деталь. Все заново, а деталь по отдельности не продается. А только в сборе. Пиздец, друзья. Шок и трепет. Это ужас. Вот такие у нас специалисты. Есть. Вам встречались такие специалисты? Очень интересно. Я сталкивался многократно. Особенно в последнее время. Молодняк. Примерно от 30 лет. Примерно. Ну, так вот. 28-35 лет. Вот так примерно. А строят и сейчас специалистов. Слушаем дальше, друзья. А даже когда стоит, тикает, часовой механизм страховки. Однако наши достоинства и недостатки связаны. Торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей является одной из отраслей, где теневая экономика в Латвии чувствует себя весьма вольготно. По данным службы государственных доходов в стране на начало апреля было зарегистрировано, этого года, 906 налогоплательщиков, юридических лиц, связанных с розничной продажей автозапчастей всех видов. И 395 с оптовой продажи. За 4 последних года число первых уменьшилось на 94, вторых на 112. Однако в стоимости, в стоимосном выражении администрируемые СГД службы госдоходов налоги постоянно растут. Если в 2020 году отрасль запчастей принесла в бюджет 48 миллионов 520 тысяч евро, то в 2023 году уже 64 миллиона 390 тысяч евро. 65% из этой суммы составляет налог на добавленную стоимость. 65% налог на добавленную стоимость. 19,5% составляют взносы и обязательно государственное социообеспечение. 10% подоходный налог и 5% прочие налоги. Не сказать, чтобы фирмы, занятые этим видом бизнеса, были столь многочисленны по персоналу. В прошлом году, например, в рознице трудились 2638 человек, а в опте 2292 человека. То есть чуть более двух человек на юридическое лицо. Двух человек на юридическое лицо. Однако официальный уровень брутто зарплат довольно приличный. Для оптовых продавцов он составляет, зарплата, 1420 евро. Для розничных составляет 1045 евро. Между тем, служба госдоходов СГД именно эту сферу народного хозяйства рассматривает как весьма затененную сумму недекларированных налогов оценивается в 70 миллионов евро или 29%. В Латвии это пятая статья теневых доходов о сирозничной и оптовой торговле. Не наземного транспорта, строительства и компьютерного программирования. Автомобильная сфера превышает по неформальному заработку такие существенные направления хозяйственной деятельности, как операция с недвижимым имуществом. Деревообработка и сельское хозяйство. О, Господи, так хочется сказать. А какой пример подаете вы? Вы шишкотрепы. Ну, друзья, вот коротко, да. Они же все, это все под прикрытием их. Господи, неужели они это не знали? Сами же там и ремонтируют. Ну, ясно все. Они вообще-то на новых машинах. Да, 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 на нашей шее. А я про шишкотрепал, друзья. Сами же подают пример. Деньги в конвертах и так далее. Вы поняли меня. Да, тороплюсь, конечно. Хочется и поговорить с вами, и рассказать, и все. Статья большая. Ну, послушайте до конца, друзья. Служба газдоходов поставила в зону риска выполнения налоговых обязательств 45,5%, 45,5% юридических лиц. По рейтингу налогоплательщиков ситуация еще сложнее. Только 29,7% зарегистрированных предприятий оценивается как хорошее выполнение обязательств. Ну, это в кавычках хорошее выполнение. В тот, а вот, да, а вот 27,2% фирм в секторе автомобильных запчастей и ремонта подозреваются в выплате конвертных зарплат. Тоже почти 30% конвертных зарплат, подозреваются. Однако, не сказать, чтобы государство относилось к отрасли репрессивно. Ну, вот, видите, не сказать, что репрессивно относятся к государству. Только в отношении 1,5% авторемонтников или 71 предприятия в течение последних трех лет была проведена остановка в хозяйственной деятельности. И только два исключили из коммерческого регистра. Дальше, друзья, стоп-машина. Начинаем. Потерпите. Спасибо вам большое. Ну, интересно, друзья. Ну, я вас просил, напишите комментарий, как вы сталкивались с этим бардаком в автосервисах в Латвии? Со всякими безобразиями. Да. Но что же делать тогда с серым сектором? С серым сектором. Гулбергс предложил целый пакет мер. В первую очередь, необходимо провести повальное сертифицирование. Повальное сертифицирование. Я сказал, посмотрите на конца. Установив единый стандарт услуг. Каждое рабочее место должно сопровождаться патентом на соответствующую деятельность. В сфере авторемонта должна осуществляться единая политика заработной платы. В службе госдоходов приступить к проверкам совместно с коллегами из Литвы и Польши, контролируя сопроводительные документы на каждую запчасть. Начать депутат предложил с того, чтобы только официально сертифицированные автосервисы смогли вести ремонт электромобилей, а также восстановление транспортных средств в страховых случаях. Между тем, предложенные меры упираются в то, что на чиновьичем языке именуется административная способность. Нельзя по щелчку пальцев сделать, чтобы в Латвийской республике было все как ФРГ в Германии. Да и откуда взять квалифицированных экспертов, которые смогли бы взяться за контроль и сертификацию сервисов? Но я вам не зря говорил. У нас нет даже специалистов-ремонтиков нормальных. Нету. Если есть, они работают где? Для себя. Правильно. Правильно. На что я могу сделать, друзья? Я говорю, как есть. Они работают на себя. Ну, где-то снимают там помещение и все. Они не хотят работать за копейки где-то чего-то. А там набирают всяких, извините, ну, я даже не знаю, как назвать людей, типа ремонтников, но они, не знаю, им только разбирать на металлолом куда-то там детали разбирать, да. Но только не ремонтировать. А да, а таких набирают. Ну, нету людей. Молодняк уехал весь туда, работоспособное население. Конечно же. И они не собираются. Хоть он и был специалистом, он бросил это все. За копейки не стал работать, это мое мнение, я говорю. И уехал за границу, работая уже по другой профессии. Здесь он получал, пускай, тысячу, там он получает 3-5. Есть разница? Есть. И он, как говорится, в гробу видел этот автосервис и не собирается он там работать. Вот почему у нас мы не можем найти нормальных специалистов. Днем с огнем. А через знакомых, через каких-то там пятые, десятые руки, где-то чего-то случайно, кто-то посоветует. Ты вон, не хочешь туда съездить? О, адрес. Давай. Давай телефон дам. Вполне возможно, что они сами будут иметь, иметь основное место работы, какую-то большую фирму, связанную на автопроизводителя с запада. Понимаете, друзья? Так что мы увидим классический, прямо по Марксу, пример концентрации капитала в сочетании с ростом цен. И прощай, дядя Янис с кувалдой. Я вас просил, послушайте. И прощай, дядя Янис с кувалдой. Ну там и прощай, Вася с кувалдой. Без разницы. Или Ваня, или так далее. Янис с кувалдой. Да. Я же не зря сказал. На металлолом. Вот таких специалистов только в руки кувалду и полный вперед на металлолом. Прием металлолома работать. Но только не ремонтом заниматься автомобиль. Даже я говорю, не могут нормально заменить фильтра. Да. То не закрутят, то там криво поставят, то что-то сорвут. Да. А он первый раз видит. Опять это приехала машина. А я и говорю, подавай им на блюдечке вот одну модель, которая самая легенькая. Знаете, первые модели там были. Там открываешь багажник, а там раз, два, три. Вот и все. Но нет сейчас таких машин. Особенно новые. А где у нас? Кто обучается на эти профессии? Назовите мне. Адреса. Точные только адреса. Где таких специалистов обучаются? Все, друзья. Можно было идти дальше рассказывать. Да. Вы послушали. Вот такую вот новую, друзья. Повторяю. Разберут на запчасти. Налоговики. Суть. Вот я сейчас рассказываю. Я про этот подъезд. Где суть. Налоговики против теневиков в автосервисах в Латвии. Напишите комментарий. Вот по моей просьбе, что я вас просил. Вы сталкивались с такими безобразиями? То, что я вот... Да, хочется много сказать, хочется. Но, конечно, не получится в одном видео, друзья. Думаешь, я сейчас вот за 10, 15, 20 минут. Нет, ни хрена. Иной раз бывает по 30 и по 40 минут. Ну, да. Ну, а что делать, друзья? Ну, конечно. Что? Какую-то информацию вы от меня узнаете. Какую-то информацию я из ваших комментариев тоже черпаю. Естественно, друзья. Да, конечно. Спасибо вам большое, что пишет комментарии. Да. Вот просит. Я прошу вас, да. И вы пишите. Ага. Это мы уже с вами контактируем. Мы уже с вами ведем беседу, как говорится. Да, правильно, друзья? Правильно. Вот. Сам отвечаю. Молодец. Сережа, молодец. Напишите комментарий, да. Поставьте лайк под видео. Лайк – это тоже большая поддержка, друзья. Нашему каналу. Развитию канала. Ничего не просим. Денег не просим. Ну, если пришлете, тоже не откажемся, да. Там есть суперпункция, да. Там такой доллар, суперлайки и так далее, друзья. Там посмотрите, покопайтесь, если вам, если не трудно. Ну, я так предлагаю, друзья. Конечно же, да. Ну, а чтобы целыми там, целыми этими банковские счета. Нет. Давно не говорил такого. Так выпьем же за кибернетики, да. Спасибо большое вам, друзья. За ваше здоровье. Да говорить-то много, конечно. О, трубы-то горят. Естественно. Подпишитесь на наш канал. Поделитесь в социальных сетях. Ну, как и просил вас, ответьте на вопросы. Что с вашими сервисами, где вы ремонтируетесь? Как вам? Я не спорю. Не спорю, конечно же. Я только про плохие сервисы сейчас говорил. Есть и хорошие сервисы. Где приехал, ну, друзья. Жизнь, прожить не поле перейти. Этих машин перебывало тоже сколько. То начинали там в одном сервисе, потом в другом сервисе. И потом, оба, что-то не то. Нет, надо менять сервис. Мне что-то это не нравится. По несколько раз приезжать обратно. Вот-то он то забыл, то он то не прикрутил. Ну, вы поняли, о чем я вас спрошу. Вот так вот. Есть, конечно, специалисты. Но я вам сказал, где они. Они работают как хотят. На себя. Вот так вот, друзья. Но это я свое мнение сказал. Спасибо вам большое. До свидания. До следующих видео. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Просто подвернулась вот эта новость. Буквально свеженькая, друзья. Вот, сегодняшняя. И думаю, ну, эта новость я обязательно вам изложу. Потому что до того столько нервотрепки было. Повторяю, я вам говорил уже в одном из сервисов здесь у нас. Так я теперь даже еду. Мне просто не хочется в эту сторону этого сервиса смотреть. Потому что я типа с хозяином даже с ней разговаривал. На повышенных тонах приходилось даже говорить. Вот такое отношение. Я говорю, даже оттуда мастер ушел. Представляете? Значит, что там творится? Я не знаю, как в других сервисах. Пример. Ну, вот. В которых вы ремонтируете. До свидания. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.